я пришла в дэвид гейм колледж который находится в самом современном районе лондона лондон сити это на самом деле финансовый еще центр всей страны но не только страны а также и всего мира здесь сосредоточены крупнейшие компании банки инвестиционные фонды непосредственно лондон сити в лондон сити есть своя точно так же охрана поэтому это очень безопасный район несмотря на то что мы находимся в самом центре лондона вы можете посмотреть что здесь очень тихо эта улица она одна с того не и здесь очень редко ездят машины перед тем как я зашла сюда мне попросили зарегистрироваться вот пожалуйста тут написано что я визитер моя фотография вот просто так зайти невозможно мы что-то смотрим science lab art studio все что связано с искусством и наукой сейчас нашли такую вот студию это студия по искусству сейчас посмотрим как раз такой творческий беспорядок студенты могут сюда приходить любое время в которое они хотят и тренироваться делать свое задание либо же вдохновляться и рисовать и не раз в год то есть конце второго семестра проводится большая выставка работ всех студентов которые здесь изучают искусство на фотографии на текстиле и рисование само по себе и приглашаются сами все студенты 9 колледжа и также их родители хотелось бы сказать что вот все картины которые вы сейчас будете видеть у меня на видео это картины сейчас на коллекции самого директор владельца школы дэвида который скажем украсил стены своего колледжа и здесь коллекция насчитывается более 200 картин и также все картины они очень известных художников которые либо подарили либо он их купил эти картины а 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 и а Это у нас комната Computer Science. Те студенты, которые изучают на ALA или Computer Science, хотят прогрессировать по информационным технологиям и по разным другим специальностям в университете. Здесь комната, она для того, чтобы студенты учились тому, как создавать фильмы, начиная от построения скрипта и написания всего, и в последующем кинорежиссура, когда ты снимаешь фильм и потом его редактируешь. У нас здесь одна из самых больших комнат. Здесь собираются студенты, когда впервые приезжают в колледж, им рассказывают про Introduction Week, то есть как они обучаются, что они делают, ну и также используют для того, чтобы смотреть фильмы и когда хотят собрать всех студентов вместе. Это у нас ресепшн в David Game College, куда приходят студенты за вопросами, если у них есть какие-то вопросы по обучению или по проживанию полностью. Здесь можно будет их задать и очень открыть. Мы прогуливаемся по колледжу, и я хотела бы сказать, что тут учатся на GCCA-левеле более 240 студентов. 50 из них процентов – это британские студенты, а 50 – это международные студенты. С этими студентами более чем из 40 национальностей, 40 стран. На фоундейшене тут 130 студентов обучаются. Это директор по приемной комиссии, поэтому это тот человек, который принимает наши казахстанские студенты. Колледж занимает модернизированный кампус площадью около 18 тысяч квадратных метров. Здание является историческим наследием фонда Джона Касса. Сегодня колледж занимает университетское здание, которое включает классные комнаты, лекционные аудитории до 200 человек, три специализированные научные лаборатории, которые оснащены новейшим оборудованием, техникой для преподавания и обучения физике, химии и биологии. В колледже также есть арты-фотостудии, танцевальные студии, библиотеки и компьютерные залы. Колледж не является частью крупных коммерческих групп, которые должны учитывать интересы своих акционеров. А в David Game College интересы студентов всегда стоят на первом месте. Этот колледж был основан в 1974 году и в настоящее время является одним из ведущих лондонских учебных заведений, предлагающих программы среднего и предуниверситетского образования. Все преподаватели David Game College имеют ученую степень по своему предмету, включая докторские степени и другие постдипломные квалификации. В колледже есть сильная административная команда, которая поддерживает преподавателей и гарантирует, что их основное внимание уделяется только преподаванию. Благодаря широкому спектру предметов уровня A-Level, колледж готовит студентов к поступлению на любую специальность, которую они хотят изучать, а также предлагает специальное обучение для поступления на юриспруденцию, медицину, стоматологию и ветеринарию. Также хотелось добавить, что колледж проводит одногодичный A-Level. Такая классная комната, очень большая и очень похожа на театральную. Действительно, здесь такая посадка. Общая вместимость 250 человек. И здесь проходят, я так думаю, разные лекции, музыкальные концерты, потому что здесь есть на A-Level. Можно изучать музыку. Также пьесы разные, театральные шоу, кружки. Опять же, и вот это вот сцена. Мы продолжаем свой тур по David Game College. Ещё хотелось бы напомнить, какого распорядок дня здесь присутствует. Студенты живут недалеко в резиденции. Они приходят сюда с 8 до 8.45. У них тут проходит завтрак. После чего у них в 9 часов утра начинаются занятия. И они длятся до 3.30. С 12.30 до 1.30 где-то проходит обед. Завтрак, обед, ужин. Всё находится здесь, в David Game College, на ампусе школы. После чего с 3.30 студенты могут пойти в резиденцию. Либо же они остаются здесь и едут вместе с непосредственно с Supervised Teacher. Это человек, который непосредственно с ними ходит, сопровождает их. Со взрослым. Едут на дополнительные занятия, такие как баскетбол, волейбол, футбол или если кто-то хочет заниматься теннисом или греблями на каноях. Пожалуйста, всё это возможно. Основной спортивный центр находится в 10 минутах езды от самого колледжа. Потом все студенты возвращаются сюда, обратно в колледж для того, чтобы поужинать. Ужин здесь начинается в 6 вечера. После чего студенты, у них есть своё свободное время. Они могут либо готовиться к... делать домашнее задание, готовиться к своим экзаменам, как в школе, так и в резиденции. И после чего у студентов помладше есть время до 9 вечера всего лишь, если они хотят выйти на улицу и что-то там себе купить, посмотреть, погулять. А у студентов чуть старше, то есть с 16 лет, они должны быть в резиденции в 10 часов вечера. Резиденция полностью охраняемая. Там живут обязательно взрослые люди на каждом этаже и следят за студентами. Также мне сейчас рассказали, что есть такая определенная система слежения студентов, что если вдруг студент вышел более чем за 200 метров от предполагаемой зоны, где он должен находиться из колледжа, то тогда у house parent, человека, который живет непосредственно вместе на этаже со студентами, ему приходит такой сигнал, что студент покинул зону. Звонит и говорит, что почему куда ты ушел, почему ты там находишься, а не здесь. Вот ты переступил вот эту вот черту. Поэтому с безопасностью тут все очень хорошо. Также хотелось бы сказать, что так как это район City of London, очень такой современный известный район и богатый, потому что это финансовый центр. Здесь есть своя полиция, которая охраняет именно вот этот вот район. Мы сейчас вышли из здания, и вы можете посмотреть, что сзади меня это сам колледж. И вот здесь прям вот поворачиваюсь, и, пожалуйста, вот резиденция. Мы сейчас зашли, так скажем, в блок, где шесть комнат вместе. Это общая комната студентов. Если они хотят попить чай, у нас есть такие вопросы. Вечером хотим попить чай, вот, пожалуйста, можно в общую комнату подойти и вечером попить чай. Готовить они могут, но смысла в этом нет, потому что они завтрак, обед, ужин предоставляются в колледже. Если они что-то захотят сделать, только под присмотром взрослого человека, хаус-пэрента, можно будет это сделать. Мы сейчас зашли в блок, где шесть одноместных комнат. Вот здесь подписаны у нас имена ребят, которые живут в комнатах. Сейчас мы посмотрим стандартную комнату. Вот так вот выглядит стандартная комната. В каждой комнате есть вот такие вот комнаты. подсказочки для студентов, что кто с ними проживает, кому нужно звонить, если что-то случилось, что-то произошло. Если вдруг ночью стало плохо студенту, или он не знает, что с ним температура, или живот заболел, то он звонит. Во-первых, на этаже есть свой хаус-пэрент, который находится постоянно с ними. Он может его позвать, сказать, что ему плохо. И в здании есть точно так же медсестра, которая придет и посмотрит, в чем дело. Здесь в конце коридора живет обязательно хаус-пэрент, человек, который непосредственно находится в школе постоянно. И он следит за всем, что тут происходит. Если кто-то заболел, если нужна какая-то помощь, он круглосуточно вычетерносим здесь. В самом здании, где резиденция находится для студентов, тут нашли вот эту римскую стену, которая датируется первым веком нашей эры. И они ее сохранили, оставили, как только начали они возводить стены. Они так писали очень гармонично. И сейчас будет это как часть музея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Hello, my name is Matthew Heard. I am the Director of Student Recruitment at David Game College. What makes the college special? Many things, really. We began in 1974 and were founded by David Game himself, who was a maths tutor. And he's built the college on a tutorial system where it started in his basement of his house and has grown increasingly every year, where we had 50%. Nowadays, we have 50% UK students and 50% international students, which for me is the perfect blend for an international student coming to study in the UK. What makes it special is that tutorial system. So we spend a lot of time with each and every individual student to develop individualised personal study plans, which means we can focus on the strengths and weaknesses of each individual student and ensure they make the most of their academic time in the school. We have small classes of between 8 to 12 students for A-Level and GCSE. Again, it gives the teachers lots of opportunities to spend time talking to each individual student and developing their skills. Every student also has a personal tutor so that we can manage their development throughout their time at the school. Another, what I consider, really incredible, unique factor of the school is that we are based right in the heart of the city of London. This is the ancient centre of London, the financial district, the historical district. We have a two-minutes walk from the Tower of London, two-minutes walk from the Bank of England. The location is absolutely fantastic and acts as an inspiration to all of our students. We have a fantastic 19th-century college building, so it's got a lot of character, a lot of atmosphere to it, a bit of a Harry Potter feel to the college. But right next door, we have a 120-bedroom boarding house, which is brand new. It was completed last year and we opened it for the first time. So first-class modern facilities in boarding and a beautiful college building with great facilities, three university standard science labs, art studios, music studio, great, great facilities and a really fantastic mix of students in the school from over 40 different nationalities. And I think the way we look after the students is to promote a love of learning, a real joy of exploring and asking questions and discovery, because we want our students to be independent learners who can think for themselves, who can critically analyse problems, so that when they go out and move on to universities, they are really prepared to thrive and prosper at universities. So the college in general, great environment for students, great international mix, really close personal attention to the academic side and actually also a very, very strong extracurricular program with over 20 different clubs and societies which cater for the creative arts, sports and more cerebral activities such as chess, film studies. So something for everybody. It's a really, really fantastic environment. And I think the other thing I would say is that the teachers, the tutors that are here, many of them have been here for 5, 10, 15, 20 years. So we've got a wealth of experience and knowledge to really help support the students. So how do we help students to achieve the best that they can be to make the most of their time here? Obviously, I think number one is very, very, very committed, inspirational teachers who work in small groups of between 8 to 12 students, allowing them to give very close personal attention and develop personalised study plans for each and every student. We have a personal tutor system. So from day one, each and every student is allocated a personal tutor who they meet once a week to make sure that not only their academic progress is going well, but their social and personal development is also taken into account and they're making the most of their time, making good friendships here and are very happy in the school. Very strong UCAS advice. So again, from the start of year, well, the end of year 12, start of year 13, we'll be advising the students on the best subjects for each individual students and the best universities because sometimes students just look at the rankings of universities, but we will try to make sure we match each individual student's personal interests, personal character to different universities and to help them understand their choices, help them with their personal statement writing and to make sure they make the best choices and that they get into their first choice university. So very, very strong UCAS advice. Generally speaking, we're set up to really care very closely for our international students. In the boarding house, we have live-in house parents with about one house parent per 15 students. So once again, we can make sure that the pastoral care side for all of our students is given a lot of support for the students to make sure that they can settle in and enjoy the boarding experience as much as possible. We, of course, have SEN, Special Educational Needs Coordinators who could help our students with any learning difficulties. And again, they can meet one-to-one to make sure that we're looking after those, any issues that the students may have. It's a very interesting question. What is the right student for David Game College? It's quite a difficult one to answer because I think we have very strong, we're very strong across all subject areas. We provide great support for students who are high achievers. So students who come to us who are A, B grade students, we would hope to take to A star students. But equally, because we've got such strong support for all levels of students, even if we get a student who is maybe academically struggling from their previous schools, we're always very confident that we can increase and boost their levels by about two grades. The value-add that David Game College offers, I think, is immense because of that teaching system that we have. So really, what kind of student is quite tricky to stay. We do, as I said, encourage our students to be independent learners, to ask questions. But at the same time, we do hold students' hands and help them through the process. I would say we are not a hothouse kind of school where we make the students take exams every week and just track, track, track. We want to encourage independent learning. We want to encourage students to be happy in their learning, to enjoy their learning. So if a student is looking for a very supportive, very strong academic college with good extracurricular activities in the centre of London, I think we can cater for pretty much students from all different backgrounds. Thank you very much for joining us.